Слава Богу! Слава Богу! Я прихожу в тупик, в недоумение, перетекающее в благоговение и перед великим Господом. Вы знаете, во 2-м послании Петра, в 3-й главе, думаю, написано, что мир сотворен Богом из воды водой. На этом можно закончить сегодняшнюю пробоведь и просто поразмышлять. Как это? Из воды водой. Столько сокрыто глубин, столько тайн. И какие-то будут открыты Богом в нашей земной жизни, а некоторые будут сокрыты до встречи с Ним. И ожидание восторга порой лучше, чем сам восторг. Поэтому ожидаем годущей славы Господа в нашей жизни. Хорошо, друзья, прежде чем мы помолимся, начнем собрание. Я представлю сегодня гостя. Однажды отец Сергий уже служил у нас, только не в этом зале, а еще когда мы проводили служение в ДК. Почему-то у меня в памяти осталась картинка ДК. Хорошо, значит, тогда уже вроде бы и не гость, а как завсегдата это. Слава Богу, но для тех, кто не знает, я представлю отца Сергия. Он служитель украинской реформаторской православной церкви, отец Сергий Сергий. Сегодня он послужит нам словом, своим познанием Бога, возможно, своими путями, которыми он искал Господа. Вы знаете, правда, друзья, христианский мир, он очень многолитий, разнообразный. И если мы находимся только в пределах нашей церкви, вы знаете, я люблю свою церковь, нашу церковь, с вами, я люблю. Мне нравится наша литургия, мне нравится наше учение, мне нравится то, как мы уже знаем Бога и как мы Его познаем. Но я вам хочу сказать, что мы лишь только маленькая часть такого разноманитного, многоликого христианского мира. И если мы пребываем всю свою жизнь только в логе своей церкви, друзья, мы превращаемся в сектантом. Аминь. А нам нужны все краски, вся палитра, которую Бог умышленно разбросал по всей планете Земля. Аминь. В разных людях, в разных культурах, в разных народах, и которые по-своему ищут Бога, находят Его. И поэтому познание Бога каждого человека, когда мы имеем возможность делиться друг с другом, у нас рождается полнота. Ожидается целостная картина. Поэтому сегодня будем ожидать, потому что, правда, отец Сергий все равно неординарная личность. И большинство из нас с вами, конечно, мы тоже были православными. Номинальными, да. Но у нас нет такой религиозной истории, такого опыта, как есть у вас. Поэтому тем особенней, тем интересней и очаровательней изложение своего понимания одного и того же Бога, в Которого мы верим, в Которого мы поклоняемся. Поэтому, слава Богу, верю, что сегодня будет очень чудесное явление. Слава Богу. Хорошо, давайте помолимся. Отец наш на небе, мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты собрал всех нас. Своей могущественной, доброй отцовской рукой. Всех нас таких разных, непохожих друг на друга, с разными судьбами, с разной историей. Собрал нас всех под именем своего Сына, под именем Иисуса Христа. Спас нас этим именем, очаровал этим именем. Держишь Его именем нас в своих руках. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас, чтобы нам не уклониться ни направо, ни налево в своем пути. Благослови нас, чтобы из каждых тупиков, из каждых кренов мы выбирались и находили истину, достигали истину. Пусть не будет у нас и перед нашим лицом никогда других богов, кроме Бога и Спасителя, единого Иисуса Христа. Мы прославляем Тебя, Господь. Мы благодарны Тебе. Наши сердца всецело стремятся, чтобы принадлежать Тебе. Мы простираемся к Тебе сегодня. В этой хвале и поплавении, Господь, увлеки нас, и мы подрешимся добро. Во имя и во славу Господа нашего, Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Будем петь, 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 петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь, петь с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Велики и прекрасны народы, все и царства перед Тобой склонятся. Божий Сын, ты ждешь для Тебя, вся жизнь моя. Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, а горь в нас засчигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, вся жизнь моя. Будем петь, петь, петь с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, 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 петь с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Велики и прекрасны народы, все и царства перед Тобой склонятся. Божий Сын лишь для Тебя Вся жизнь моя Ты нас освобождаешь Ты нас освобождаешь С любовью направляешь Огонь в нас зажигаешь Божий Сын лишь для Тебя Вся жизнь моя Будем петь, петь, петь Благодарны вместе с нами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воскребать хвалу И славить И гады Иисуса Петь, петь, петь И гады Иисуса Будем петь, петь, петь Будем петь, петь, петь Благодарны вместе с нами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воскребать хвалу Воскребать хвалу И славить Имя Иисуса Амелия Амелия, будем с нами Прошу Господа Ждем великим Всего лучшим Достоин всей всей славы И воздадим ему Все славы вместе Амелия 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 Уху Воскребите Прошу Господа Достоин всей славы Сихваны Всех отмолисментов Иисус Ты достоин Слава тебе Амелия 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 Всемогущий Бог Израиля Субтитры создавал DimaTorzok Если красный нет другого Нашего живого Бога Поседает на престоле В нем вся радость и свобода Если красный нет другого Нашего живого Бога Поседает на престоле В нем вся радость и свобода Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да придет царство твоё, да будет воля твоя на земле, на земле, как на земле. Господь наш царь, Бог над богами, царь-царей, президент, президент. Мы склоняем свои сердца пред Тобой, Господь. И мы, как церковь, которая есть в столбе утверждения истины, молимся к Тебе сейчас словами, которые Ты дал нам через Своего Сына Иисуса Христа, который научил нас молиться. И мы молимся этими словами, которые сегодня так актуальны, так важны для нашей страны, для этой земли, для всех людей, живущих в этой земле. Бросим Тебя, Господь, чтобы через церковь Твою, царствие Твое, оно пришло на эту землю, распространилось, пропитало сердца людей, умы людей, души людей. Насытило царство Твое, не царство власти, жажды денег, но царствие Твое, которое пьянит, как небесное вино, после которого нет махмелья, в нем нет лжи, нет тьмы. Мы, во имя Иисуса Христа, пусть воля Твоя Святая, как она есть на небе, она совершится для нашего народа, во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе и будем служить Тебе во все дни жизни нашей, и во времена добрые, и во времена злые, худые. Мы не отвратимся от путей, которые выбрали однажды, мы сделали однажды свой самый главный выбор. Мы выбрали имя главного царя, мы выбрали имя Иисуса. Поэтому Тебе поклоняемся, Тебе служим, Тебя любим, к Тебе молимся и на Тебя полагаемся во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Друзья, воля Божья совершится. Много замыслов в сердце человека, но сбудется только то, что запланировал Господь. Аминь! И в нашей стране, и в Твоей жизни, послушай, верь Богу, совершатся Его добрые намерения. Послушай, Он говорит верующим людям, скажи праведнику, что будущее Твое благо. Будущее Твое благо, это добро. Во Христе, Ты лично, во Христе наша страна обречена на успех. Аминь! Слава Богу! Давайте поклонимся за наших детей. Детки, бегите на молитву все. Хорошо, давайте возложим руки наших детей и помолимся. Благослови имя их Отец и наш Отец. Наш Отец на небе. Ты дал нам детей, и мы сегодня их отцы, их матери. Мы благодарны Тебе за каждого из них. Благодарны Тебе за их сердца. Благодарны Тебе за то, что не только мы заботимся о них и печемся, но Ты через них делаешь нас взрослыми людьми, зрелыми людьми. Только дети наши делают нас по-настоящему отцами. Во имя Иисуса Христа мы отдаем их сегодня в Твои святые руки. С верой и благодарностью. И благословляем их. Благословляем их знать Тебя больше, служить Тебе крепче, ходить с Тобой глубже. Во имя Иисуса Христа. Чтобы Твоя святая воля совершалась так, как через нас сегодня, через них, для этой земли, для множества народов, совершилась завтра и третьего дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Хорошо, давайте отпустим детей. Не забудьте дать им деньги. Церковь присядьте на некоторое время. Я сделаю несколько объявлений. Дайте детям пожертвования, чтобы они учились жертвовать, сеять, благословлять. Чтобы они учились с малого возраста правильно распоряжаться деньгами. Аминь. Потому что начаток должен быть Бог. Бог и Его дело, Его Евангелие, Его дело на краю земли. Оно должно быть в центре внимания наших детей. Тогда все остальные деньги, они будут распоряжаться, ими будут благочестивы. Все будет правильно. И они будут богатыми на всякое доброе дело. Вы знаете что? Им не нужно будет перестраивать мышление так болезненно порой, как это приходилось нам. Когда мы в взрослом возрасте пришли к Богу. И Библия нас начала учить о том, что блажение давать. А мы всю жизнь до этого верили, что блажение принимать. И искали, чтобы получать, накапливать. И чем больше, тем лучше. И в результате это одна из частей, которая привела нас к духовному банкротству. Потому что, сколько ты себе под себя не греби, счастливее не становишься, становишься только страшнее. И большие расходы на высокие заборы. Но они тоже не помогают. Хорошо, друзья, сделаем несколько объявлений. Самое главное объявление, первое на экране, если можно, вы видите. У нас так получилось, что, отец Евгений, это вообще, так может быть только в нашей церкви, в Знамени Любви. Это приглашение на ваши семинары, флайера такие, раздавали по всему объединению. И нам дали тоже, чтобы мы раздали в церкви. Но наши братья, которые понимают, что в церкви уже все хорошо. А люди в этом мире, они слепые, они без надежды, они без Христа. И они все взяли флайера. И вместо того, чтобы раздать церкви, они раздали их на улице. Можно прославить Господа. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что нам нужно очень сильно похвалить ребят, которые это сделали. Потому что я в своем пастырском, религиозном мышлении даже не смог бы дерзнуть, подумать, так сделать. Я бы сделал все, как мне сказала руководство. Архимандрит мне сказал раздать церкви, я бы церкви раздал. Поэтому должно больше слушаться Господа, нежели человек. Поэтому молодцы. Рискер к вам, церковь. Поэтому вы остались без флайеров, но запишите себе информацию. Еще есть? Видишь, они это приверегли. Но это уже за деньги, правильно я понимаю? Хорошо, друзья. В эту среду, в четверг и в пятницу, среда в четверг и в пятницу, с 18.00 до 20.30, два с половиной часа. Каждый день, три вечера подряд, Отец Сергий будет проводить семинары на тему религиозного оккультизма. То есть религиозный оккультизм, оккультизм в церкви. Ну, друзья, поймите, в церкви нет оккультизма. Оккультизм вот здесь. Он в умах, иногда в душах, в сердцах. Я не знаю, не важно. Но вопрос вот в чем. Оккультизм, ложное верование, это все ложь. Это тьма. И мы с вами выросли в религиозном относительном мире, в котором есть свои какие-то религиозные традиции, какие-то верования, которые ничего общего с Библией не имеют. Не имеют ничего общего со Христом. Хотя они все где-то подскудно говорят о нем. Они где-то говорят, напоминают, вот Иисус, вот Христос, вот Церковь и так далее. Причем истинного значения ни одного из этих понятий или личностей ничего общего не имеет. Поэтому нам нужно, чтобы туда проливался свет. Аминь. И как раз этому посвящены будут эти семинары. Вот такому разрушению религиозных твердынь в наших сердцах и в наших умах. Три дня подряд, в 18.00, в 20.30, на базе церкви Дом Хлеба, на Владимира Волитого. 69. Аллилуйя. Спасибо, Лариса. Давайте прославим Господу. Вот как раз здесь написано, почему почитание иконы мощей это грех? Ну, я думаю, там разные будут аспекты затрагиваться, но в частности вот иконы мощей и так далее. Друзья, и знаете, это же не просто, ну как бы вещи, с которых можно посмеяться. Мы-то можем, конечно, с этого посмеяться. Вот сколько людей живут во тьме, и они пленены. Потому что, послушайте, если идолопоклонство это грех, то грех же за собой несет. Влечет определенные последствия. Это не просто безобидные шалости, не просто игры. Серьезная вещь и очень. Вот, но оставим отцу Сергия место в эти три вечера, чтобы он разобрался с нашим религиозным оккультизмом. Слава Богу. Хорошо, церковь, еще одно важное объявление. Наши утренние молитвы, там изменения в графике. Теперь молитвы будут четыре дня в неделю. Вторник, среда, четверг, пятница. В понедельник молитвы утром не будет. Поэтому передайте нам, может, те, которых сегодня нет людей. Вторник, среда, четверг, пятница. Четыре дня с семи до восьми у нас здесь в здании нашей церкви утренние молитвы. И последнее объявление. Ну, это объявление, просьба, настоятельная. Не просто, ну, не как пастора церкви уже, а просто как гражданина нашей страны. Я знаю, что большинство еще не ходили на выборы, мы с утра готовились на собрание, добирались. Мы сегодня не делаем ни служительского. То есть разгрузили полностью день, чтобы вы все могли пойти на свои избирательные участки и отдать свой голос. Пожалуйста, не оставьте свой голос с собой. Голос вам дан для того, чтобы его кто-то услышал. Заявите об этом. И послушайте, не бойтесь сделать неправильный выбор. Бойтесь не сделать выбор. Бог сделал нас свободными людьми. Он говорит, стойте в свободе, которую даровал Христос. У нас есть свобода, право. И для Бога это так, знаете, ну, трогательно. Когда мы без страха и сомнения делаем свой выбор. Мы не знаем, какой из них будет правильный. Аминь. Все эти сокрытые вещи от нас, от взгляда человеческого. Вот. Господь отходит в свое время. Аминь. Хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Ну, пастор уже немножко сказал. Сейчас еще пару минут о деньгах. Деньги это важная часть нашей жизни, правда? Один умный человек сказал, без денег на земле жить нельзя. Не получается без денег жить на земле. Деньги сделаны для земли. Аминь. Но деньги, они очень хороший помощник и очень плохой хозяин. Когда деньги помощник, это очень хорошо. Когда деньги хозяин, это очень плохо. Напомню вам одну историю из Евангелия. Когда Иисус родился, к Нему пришли трое людей. Написано, мудрые люди с Востока. Они узнали, что родился царь и пришли поклониться. И знаете, что делают мудрые люди? Они не просто приходят высказать свое почтение и уважение. Они что-то берут с собой. Они пришли с дарами. Пришли с подарками. Потому что, когда ты говоришь хорошие слова, это очень хорошо. Но если эти слова ничем не подтверждаются, скажите, сестры, женщины, если вам мужчина все время говорит только хорошие слова и никогда ничего не дарит, как вы себя чувствуете? Понимаете? Ну, это простой принцип. Когда мы выражаем почтение, самый простой способ показать свое уважение и почтение. Самый простой. Взять сумму денег, которая дорого для тебя. Аминь. Аминь. Дорого для тебя. И это выразить твое почтение той личности, тому человеку, которому ты хочешь проявить это почтение. Аминь. Очень простые вещи. Плюс ко всему. Невероятный плюс ко всему. Бог нам пообещал в Писании. Он говорит, что я возьму это семя и умножу. Аминь. И из-за этого ты еще и урожай в свою жизнь получишь. Аминь. Невероятные вещи. Поэтому я предлагаю вам сегодня, во-первых, выразить свое почтение Богу. Насколько вы почитаете Его, Творца неба и земли. Посмотрите в свое сердце. Посмотрите, насколько вы хотите впечатлить Бога. Знаете, как впечатлить Бога? Ну, если это тебя впечатляет, то Бога это тоже впечатлит. Если эта сумма тебя не впечатляет, ну, вы понимаете, у каждого это своя. Здесь нет тарифов или планов или еще чего-то. Это ваши личные отношения с Богом. Если вы не хотите ничего давать, вы не верите в Бога, не доверяете Ему, будьте свободны в этом. Ну, просто не получите урожая в свою жизнь. Но я думаю, что вы не хотите жить без урожая. Аминь. Аминь. Поэтому давайте поднимемся на ноги. Возьмем семя, дары, которыми мы хотим сейчас почтить Бога. Отец, на небе благодарим тебя. Благодарим за эту привилегию и честь. Стоять у Христова твоей милости. Сейчас, здесь, на этом месте, верой, находиться в твоем тронном зале. Быть участниками твоих дел здесь на земле. Отец, мы принесли тебе дары, семена, подарки, знак нашего почтения тебе. Мы отдаем это в твои руки, Господи, чтобы почтить тебя, чтобы выразить нашу благодарность о твоей заботе о нас, о нашей жизни, чтобы выразить свое почтение тебе, великому Царю, Творцу неба и земли. Мы благодарим тебя за то, что ты даешь нам жизнь, за то, что ты даешь дыхание, за то, что ты даешь нам силы, за то, что ты даешь солнцу каждый день восходить, чтобы давать нам эти радостные дни. За то, что ты даешь нам победы. Благодарим тебя, Отец. Благодарим тебя, великий Царь. Воды, небо и земли превосносим тебя. Примите подарки, примите семена у наших, Господи, чтобы окружающие люди в этом мире, они увидели твою славу в нашей жизни, чтобы они увидели твою силу, твою заботу о нас, Господи, чтобы они увидели, Господи, как ты заботишься о твоем народе ради завета твоего, ради имени твоего, Господи. Прославься в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Чистые сердца Чистые сердца узрят Господь тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря вся вселенная твоя прославляют лишь тебя. Святый Господь И Господь ПЕСНЯ 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 Святый Господь! Святый Господь! Святый Господь! Не вознесет 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 святый Господь! Господь! Не вознесет святый Господь! Не вознесет святый Господь! а 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 Игорь Негода 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 Игорь Негода